МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Суть дела. Формально Североатлантический блок и Евросоюз всегда подчеркивали принципиальную разницу между ними. На деле обе организации с 50-х годов служили опорами Атлантической системы сдерживания и безопасности, которые после упразднения СССР попробовали охватить весь континент. 20 лет назад в Европе сложилась модель отношений России с ведущими западными державами, которая должна была прийти на смену разделу Старого Света эпохи Холодной войны. В ее основе лежало признание Москвой факта, что центр новой Европы в Брюсселе, а Россия станет участником этой бицентричной большой Евроамерики, сохраняя некоторые особые привилегии в отношениях с соседними странами. Но возникло противоречие между политико-экономическим Евросоюз и военно-политическим НАТО компонентами. Расширение ЕС могло быть латентным, без формального изменения статуса, на что и было нацелено восточное партнерство. В то время как Североатлантический Альянс был однозначен либо полноправный участник с гарантиями, либо ничего. Взгляд Трампа на Европу не прихоть, а продолжение логики, которая появилась с начала 21-го столетия. Упреки в адрес европейских союзников, скупых на оборонные расходы, разочарование в способности Евросоюза решать политические проблемы прилегающего периметра, малый интерес США к приоритетам европейской политики, перенос внимания на Азию – все это было при обоих предшественниках Трампа. При Буше в явной, при Обаме в завуалированной форме. Трамп добавил своего. Европа, особенно Германия, воспринимается прежде всего не как союзник, а как рыночный конкурент. Знаменитая статья 5-я устава НАТО о коллективной обороне не ценностная близость, а услуга, предоставляемая на определенных условиях и имеющая цену. Большая Европа не состоялась, разделившись на старую и новую, потому что Москва в нее не вписалась. Но старая не прочна, поскольку Россия по объективным параметрам не годится на роль системного противника, как бы ее угрозу не надували оппоненты. Характеристику для новой Европы еще не придумали. Ее можно назвать малой, или, если сформулировать более позитивно, сплоченный. Такой, которая вместо расширения впервые сокращается. И буквально выход одного из государств-членов и концептуально аппетит к экспансии резко умерился. Но это и Европа, которая задумывается о внутреннем переустройстве и стратегической автономии. Слова Ангела и Меркель «прошли те времена, когда мы могли полностью положиться на других, и европейцы должны взять свою судьбу в собственные руки», сказанные после июньской Большой Семерки, беспрецедентны. Тем более, что прозвучали они из уст в высшей степени «Атлантического канцлера». Что это означает для России? Сразу можно сказать, чего не будет. Антиамериканской Европы, которая, освободившись от диктата из-за океана, захотела бы объединить континентальные возможности с Москвой. Подобие альянса с Россией могли попробовать только в тесном взаимодействии с США. Отдельно Европа видит Россию как опасность. И уж точно не рассматривается модель, которую еще с горбачевских времен вынашивает Кремль. Давайте строить Европу на равноправных основаниях как совместное предприятие. Это немедленно приравнивается к зонам влияния, и все. Однако поддерживать санкционные единства будет все сложнее. В Европе все чаще считают, что США используют политические инструменты для получения экономических выгод, то есть нерыночного воздействия на конкурентов. Это уже произошло с законом о санкциях в отношении противников США. Многие усмотрели в нем желание переделить европейский газовый рынок в пользу коммерчески неконкурентоспособного американского сжиженного газа. Подобный курс США приветствуется в Восточной Европе и стимулирует противоречия между новой и старой Европами. Едва ли Вашингтон сознательно раскалывает Европу. Скорее он действует из эгоистических побуждений, не беспокоясь о долгосрочных последствиях. Но эффект налицо. НАТО остается связующим звеном, однако спор о целях и средствах, в том числе финансовых, будет обостряться, останется Трамп или нет. После завершения проекта большой Европы все три его основных компонента пребывают в странном настроении. Ни Россия, ни континентальная Европа, ни США не могут, да и не хотят сохранять то, что было. Однако новая концепция пока не возникла. Это состояние продлится как минимум до тех пор, пока каждый из углов треугольника не обретет внутренний баланс. В первую очередь это касается США, но напрямую относится и к нам, к России и к Евросоюзу накануне неизбежных перемен. В эту комбинацию теперь уже необходимо добавлять обязательного Джокера, Китай. Он становится влиятелен не только в азиатской, но и в евразийской политике. И это окончательный знак того, что новая холодная война будет не похожа на прежнюю. Это была суть дела. Все будет хорошо, не сомневайтесь.